Добрый день уважаемые дамы и господа, с вами ProSoulPlay и сейчас мы будем учиться делать блокады в игре Infinite Lagrange. Итак, теперь нам необходимо целых два флота для того, чтобы организовать хотя бы одну блокаду. Возле кнопочки блокада появилась циферка 0 из 2 и мы можем отправлять в блокаду только тот флот, в котором есть не менее 5 кораблей. Все это новые требования, появившиеся с последним патчем. Итак, наш первый флот вылетает в зону блокады, двигаться ему примерно 2 минуты и мы будем смотреть, как ведет себя блокада по мере того, как появляются все новые и новые флоты. Итак, флот прибыл в зону операции, он находится в статусе блокирования, но сама операция блокаду не превратилась, не приобрела характерные такие полосочки по краям. Так что необходимо высылать второй флот. Высылаем второй флот, у нас теперь отображается один флот из двух. Через 2 минуты прибудет второй флот и мы видим, что как только он пересекает зону операции, операция сразу превращается в блокаду. То есть до того, как флот запаркуется на месте, у нас уже имеется готовая блокада. Через 10 секунд флот прибывает на место и мы получаем в принципе блокаду, аналогичную предыдущей. Теперь пробуем ее растянуть на вражеский флот. Это пираты, которые просто висят в космосе. Растягиваем и ничего не происходит. Раньше флот врага притянулся бы к нам, а теперь мы получили старую зону операции, которая является блокадой, и новую, которая блокадой не является. Таким образом, теперь игра будет считать зону операции отдельно. Ну, давайте попробуем создать единую общую зону блокады. Что я предлагаю для этого сделать? Давайте отправим еще 2 флота и отправим их в старую блокаду. Таким образом, чтобы всего стало 4 флота на 2 операции. Итак, отправляем флот номер 3 и смотрим, что произойдет. Все 3 флота на месте, ну и принципиально ничего не изменилось. То есть, каждая из них в блокаде. Старая операция работает, новая нет. У нас показан счетчик 3 из 2, и мы отправляем 4 флот. И я надеюсь, что при таком раскладе у нас заработает общая блокада, и враг к нам притянется. Что ж, ждем прибытия 4 флота. Вот он влетает в зону первой операции, и пока ничего не происходит. 30 секунд до прибытия флота. Флот уже имеет статус того, что он находится в блокаде, но больше пока ничего не происходит. Так, 10 секунд до прибытия флота. И посмотрим, что же произойдет. Так, а ничего, собственно, не произошло. То есть, у нас не образовалась единая общая зона блокады. Похоже, что игра считает, что все-таки 4 флота находятся в одной зоне и 0 в другой. Ну что ж, давайте отзовем тогда 2 лишних флота и продолжим эксперименты. К сожалению, моя первая идея, она не оправдалась. Однако, блокада сохранилась, хотя я отозвал 1 из 2 исходных флотов. И сейчас у нас старая ситуация. То есть, 2 флота, 1 блокада и 2 операция не работает. Итак, 0 из 2 блокирующих флотов. Здесь 2 из 2 блокирующих флотов. Что ж, давайте отправляем сюда флот номер 3 и смотрим, что произойдет. Так, флот у нас подлетает. Ему осталось буквально несколько секунд. Ну и, по идее, ничего не должно произойти. Итак, вот у нас появился 1 флот из 2 в новой зоне операции. Выдверяем флот номер 4 и тоже его отправляем в новую зону операции. Посмотрим, что нам даст такой вариант. Насколько я понимаю, как только оба флота припаркуются, они должны будут одновременно атаковать пирата. Ну, возможны варианты, как всегда. Третий флот практически прибыл. Посмотрим, произойдет ли что-то сейчас. И нет, ничего не происходит. То есть, третий флот считается, как находящийся в блокаде. Но операция блокады все еще не является. И вот, смотрите, как только 4 флот влетел в первую зону операции, У нас сразу образовалась единая двойная зона блокады. И вражеский флот стремительно притянулся именно к 4 флоту. Но почему к 4? Почему первые-то два стоят? Ага, вот и второй. Второй тоже притянулся. То есть, в принципе, какая-то часть старой механики осталась работать. Итак, получается, что с двух кругов у нас притянулось два флота. Один из старой операции, другой из новой. Причем притянулся он к тому флоту, который влетел последним. И влетел не в свою собственную зону операции, а влетел в общую зону операции. Ну что ж, я думаю, это можно использовать в каких-то хитрых тактиках, которые обязательно будут нами придуманы. Ну а прямо сейчас давайте попробуем следующую идею. Что будет, если я одним из флотов, который уже находится в бою, если я отступлю? По идее, блокада тогда сломается. Но вся или только в новой зоне? Или в старой? Это интересно. Так, сейчас наш флот будет отступать. И притягивается один из флотов в старой зоне операции. При этом в новой зоне операции блокада поломалась. И один флот там остался просто стоять. Очень интересно. То есть, фактически, произошла как бы перерегистрация одного флота из одной зоны операции в другую. Ну давайте доведем эксперимент до логического завершения. Отзовем еще один флот. По идее, больше уже никто притягиваться не должен. А сама блокада должна будет полностью сломаться. Да, блокада полностью сломалась. Один фронт улетел, а другой остался биться. Ну, что я могу сказать? Все стало гораздо сложнее. Но мы будем продолжать наши эксперименты. В том числе, я хочу поставить флот на пересечении кругов нескольких. И посмотреть, что тогда произойдет. Спасибо за внимание.